Визиты руководителей европейских стран в Молдову во время предвыборной кампании можно рассматривать как агитацию. Однако действующая власть все равно назовет это выполнением должностных обязанностей. Такого мнения придерживается глава Ассоциации за демократию через участие Игорь Бацан. По словам эксперта, это далеко не единственное нарушение со стороны Майсанду и ПДС в этой предвыборной гонке. Сегодня в ходе пресс-конференции глава Ассоциации за демократию через участие в рамках гражданской коалиции за свободные честные выборы представил сайт halegir.md. По словам головы адепта Игоря Бацан, на этом сайте представлена объективная информация о выборах и референдуме 20 октября 2024 года. Здесь граждане могут ознакомиться с кандидатами, их биографией и предвыборным лозунгом. Только вот о другой стороне медали информации нет. Например, факты многочисленных нарушений со стороны Майсанду и ПДС, зафиксированных экспертами Ассоциации промалекс, на сайте не затрагивают. Мы задали главе Ассоциации Игоря Бацан прямой вопрос. Допускает ли действующая власть нарушения, среди которых злоупотребление админресурсами? Я поддерживаю то, что наши коллеги из промалекс определили. Насколько я знаю из отчетов промалекс, там участие в встречах с избирателями, там в рабочее время участвуют представители местных властей и так далее и тому подобное. Это бывает, это зафиксировано нашими коллегами. Избратный кодекс об этом говорит, что все кандидаты, у которых публичные функции, они должны во время избирательной кампании представить свою деятельность. Насчет президента на основании решения Конституционного суда декабря 1995 года это не действует, потому что президент это глава государства. И все замыкается на него, поэтому у президента есть вот такая индульгенция, скажем. То, что президент пользуется этой индульгенцией, это другой вопрос. Вопросы действительно возникают. Ведь за последние несколько недель в Кишиневе перекрывали улицы чаще, чем за последний год. И нет, это не связано с ремонтом дорог или активной работы по улучшению нашего города. В разгар предвыборной кампании про Молдову вдруг вспомнили десятки руководителей европейских стран, которых радостно встречала Майя Санду. Приезжали, конечно, не с пустыми руками, а с очередными кредитами, предназначенными для развития нашей страны. На вопрос, можно ли все это рассматривать в качестве агитации подкупа, Игорь Бацан заявил, что представители власти не скрывают и даже наоборот открыто пользуются своими возможностями, прикрываясь опять-таки тем, что якобы исполняют свои должностные обязанности. В законодательном кодексе прописано, что проводя агитацию нельзя привлекать граждан из-за рубежа и так далее и тому подобное. Если иностранный гость приезжает и президент встречается или премьер-министр, то как это квалифицировать? Потому что мы исходим из контекста. Контекст говорит, что у нас избирательная кампания и контекст говорит, что это не совсем хорошо. Мы можем воспринять это как агитацию, но они нам всегда скажут, что это не агитация, потому что они при исполнении своих обязанностей. Однако, по словам Бацана, доказать в суде тот факт, что Майя Санду пользуется своим положением, используя иностранных лиц и их имидж в предвыборной кампании практически невозможно. Об этом, к слову, правящая власть тоже позаботилась.